Макар, а ожидал ли ты вызова на сборы с первой командой перед началом предсезонки? Для меня это было неожиданностью. Вышел на работу с командой «Алмаз». Перед отлетом в Адлиэр тренера объявили, кто едет на сборы в АХЛ, кто едет в Северстайлю. Прозвучала моя фамилия. Я обрадовался. Спасибо руководству за такой шанс, что доверили мне. Насколько тяжело было Северстайлю на сборах и чем они отличаются от сборов с молодежной командой? В «Алмазе» тренировки больше на земле. На сборах льда мало. Лед уже более перед сезоном. Игры начинаются перед сезоном, и турниры. А в «Северстайле» как бы совмещают и лед, и зал. И сложнее в «Северстайле», потому что там и игроки мастероведние, и нагрузки совершенно другие. И все намного тяжелее. А ты провел первый матч еще на третьей сезонке. Было ли тяжело играть против хоккеистов в КХЛ? Тяжело. Надо освоиться, как бы пару игр было. Потому что в начале выходил, как бы немного был в тумане. Как бы не понимал то, что вообще нахожусь на площадке, как бы глаза разбегались, и дальний лин бил. Но со временем привыкаешь ко всему, и становится легче. Какие ты испытал эмоции, когда тебя включили заявку на матч с «Авангардом»? Когда услышал свою фамилию, обрадовался. Но радости такой долго не было. Сразу концентрировался на игру, начал настраиваться. Началась игра. Нервничал ли ты в первых сменах своих, как только вышел на лед против такой мастеризной команды, как «Авангард»? В первых сменах, но хотел сразу выйти и почувствовать игру. Где-то тренера в начале сказали, выйди, кого-нибудь воткнись, сыграй в тело и почувствуй эту игру. И первые смены прошли более-менее, потом влился в игру. Что самое трудное было, когда ты выходил на лед в официальном матче КХЛ? Самое трудное, что испытал? Самое трудное, что испытал, но думаю, чтобы не упасть, когда выходил на лед. Что сказали тренеры тебе по итогам твоей игры? Ну, тренера сильно не хвалили, потому что еще сам знаю, что много работать, что сказали, где хорошо сыграл, чем надо работать. Главное, чтобы звезду не поймал. Хорошо, ты выходил в одной паре с Виталием Мишневским, одним из самых опыт игроков недолго команды на Лиге. Как вы с ним наладили взаимоотношения на площадке? Ну, Виталий очень опытный игрок, поиграл во многих командах и в национальных КХЛ, так что с ним в одном удовольствии играть. Перед каждой сменой он подсказывал, где как можно проще сыграть, куда идти, куда не идти, как бы в отбор. И взаимосвязь у нас наладилась сразу при выходе на лед. Как ты считаешь, на чем тебе еще нужно поработать, чтобы регулярно попадать в заявку команды? Ну, добавить в катание физическую мощь и в броске. Это, можно сказать, самое важное, чтобы не уступать габаритным игрокам и быть на том уровне, который сейчас у игроков КХЛ. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка